Всем привет! Вы на канале Коля Дегомастер и сегодня я вам покажу набор под артикулом 76901. В этом наборе 299 деталей, предназначен для детей старших 7 лет и рекомендованная розничная цена данного набора в России, в мире кубиков, составляет 1699 рублей. Но в детском мире, как и с Коинсик Джеска, его можно закупить за 1300 рублей. Вот, это у нас Тайот Джер Супра. И давайте начнем обзор с коробки. Коробка. Лего Сплит Чемпионс, сам набор, Тойота, логотип Тойоты, Джер Супра, 7+, 76901 и название. Кстати, непривычно видеть Тойота, логотип и вообще надпись на Лего. На коробке Лего обычно Мерседес, Номборджини, Бугатти, а тут Тойота. Потому что Тойота, ну знаете, как там, как обычная машина, как русская уже. Потому что куда не пойдешь, везде Тойота. Вот, сверху у нас изображена машинка и колесо один к одному. И сзади у нас изображена эта машинка сзади, что внутри у нас этой машины. И Супра в реальной жизни. Вот. Вот так вот. И логотип Джер. У нас это получается Тойота Газу Рейсинг. А еще набор открывался посредством выдавления клапанов. Клапана одного. Тут был он один. Вот такая вот коробка. И давайте посмотрим инструкцию. Инструкция. Вот такая вот у нас инструкция. Изображено все то же самое, что и на коробке. То есть Лего Спи Чемпионс, Тойота, Супра и сам набор. А здесь еще в правом нижнем углу у нас логотип. Здесь у нас изображено, как открывать набор. Листик с наклейками. Всего наклеек было 17. Lego Life. Lego.com Дальше у нас изображено, что из каждого аппетита мы собираем. И начинаем сборку мы с пятой страницы. Собираем сначала фигурку. Дальше машину. Собираем, собираем, собираем. И заканчиваем мы сборку на 80-й странице. То есть сборка довольно быстрая и приятная. Мне понравилось. Я как раз фильм смотрел и собрал этот набор. Вот так вот. Очень понравилась сборка. Приятная. Даже лучше, чем у Коинг Санжевска. Значит, вот у нас здесь изображена сама Тойота Супра. Перечисление всех деталей. 299 деталей. И Lego Win. Такой чумазый техник. Вот такая вот инструкция. Мы ее посмотрели. И давайте посмотрим мини-фигурку. Она здесь одна. Мини-фигурки. И первая, и последняя мини-фигурка в этом наборе. Это у нас пилот Супры. Значит, у него есть такой вот шлем. С опускающимся и поднимающимся забралом. Шлем такой черный. Его можно снять. У него будет борода. И улыбчивое лицо. И второе у него лицо такое. Как бы сначала... Ну, я сейчас объясню. Короче, сначала он такой волнуется. Но он чуть-чуть веселый. То есть, уже едет на гонки. А второй, это он уже выиграл гонку. Вот. А еще, как в Коингсах Джеску. Да и как вообще в других наборах с Пит Чемпионс. У пилотов меняется прическа. То есть, шлем можно снять и надеть прическу. Вот. У этого чувачка, у этого пилота, мне прическа больше нравится, чем у прошлого. Я сравнивать пилотов у JR Supra и у Коингсах Джеска вам сейчас не буду. Потому что, по сравнению, будет бессмысленное. Пилоты разных машин. Но вы можете посмотреть обзор. Вот. По подсказке вот здесь, в правом верхнем углу. Коингсах Джеску. Чтобы мне просмотров накрутить. Вот. Поэтому, кто не видел, быстро смотрите обзор. Обязательно. Вот. Значит, у него здесь принты на туловище спереди. На ногах принты отсутствуют. Принты сзади Toyota. Очень круто. И гаечный ключ. Ну, мне с прической нравится, конечно. Но все-таки, как я уже сказал в прошлом обзоре с Пит Чемпионс, мне больше нравится со шлемом. Вот такая мини-фигурка. И давайте посмотрим сам набор. Сам набор. Это у нас Toyota JR Supra. Такая вот в желтом цвете. Мне она очень нравится. Вот. Реальная фотография ее. Мне, как и машина, вот эта в реальной жизни нравится. И как в Лего. Ну, все. Идеально. Вот. Хорошая машина. Ну, и Toyota вообще крутая марка. Значит, начнем давайте с функций. Первая функция это у нас смена колпаков. Вот. Они точно такие же, как и во всех наборах. Спит Чемпионс я узнал. Вот они во всех наборах одинаковые. Только цвета разные. Значит, вот. У Коингсан Джеску они серебряные. Металлик были. А тут черные. И даже можно посмотреть. Вроде бы тормозные диски черные. Хотя, не знаю. А еще сейчас могу показать вам, как снимать колпаки. Берем гаечный ключ. Мини фигурки. Ну, у каждой фигурки, у каждого пилота гаечный ключ есть. Блин. Обычно так легко снимаю, а сейчас на камеру не могу снять. Капец. Капец. Вот. Тормозные диски черные. Так, я что-то тут ломал. Короче, тормозные диски черные. Вроде как. А у этого Коингсан Джеску серебряный на металлик. Вот, как вы видите. Цвета различаются. Вот. Обратно одену колпак. Вот. А сменные колпаки вот такие. Я их одевать не буду. Чтобы разнообразить мою коллекцию Speed Champions. То есть, у Коингсан Джеску вот эти колпаки, которые у меня, я на нее не поставил. А у этой вот такие вот. Вот. Значит, я вам... Вот, кстати, в сравнении с Коингсан Джеску. По мне, Коингсан Джеску... Вообще, они в одном масштабе, да? По сути, сделаны. Но, по мне, так Коингсан Джеску, я считаю, поменьше в масштабе получилось. Потому что, ну, Супра, она... Машинка-то маленькая такая в жизни. Ну, вверх, она двухместная всего. Вот. И, как бы, Коингсан Джеску, по идее, должен быть больше. Потому что это гиперкар. А это суперкар. Вот. Коингсан Джеску там 1700 лошадиных сил, а здесь 300 с чем-то. Поэтому... Даже им грузеры больше. Поэтому, мне кажется, Коингсан Джеску слишком маленькая. Она должна быть побольше. И фары у нее такие маленькие, а у Супры огромные. Хотя у Супры в жизни, да, фары-то большие, но... Все равно, у Коингсан Джеску не могут быть такие настолько маленькие фары. Но хотя, если я ошибаюсь, и у нее реально такие малюсенькие фары, то поправьте меня. Вот. Еще сзади как-то все меньше сделано. У Супры вон... Кстати, у Супры очень красивый зад. Мне понравился. Это намного больше, чем у Коингсан Джеску. И выхлопные трубы намного лучше, чем здесь. Здесь одна какая-то турбина. Вот здесь две разные трубы. Здесь вот какая интересная система крепления. Вот. Сами тут поймете все. Я-то ничего не понимаю. Значит, вот Супра. Это все наклейки, но не прозрачные. Я давно не видела прозрачных наклейок. Значит, это логотип Тойоты, Супра, фары красивейшие. И принт Джер. А в Коингсан Джеску был принт тоже интересный. Но мне он больше понравился в Супре... Ой, в этом Коингсан Джеску принт. На... Прям на бине. Прикиньте, сбоку на бине напечатали. Я раньше такого не видел. Мне понравилось. Это достойно уважения. А еще мне понравился такой багажник. Ну, не багажник, стекло заднее. Вот. Ну, может, там багажник есть. Не знаю. Хотя, напишите, кто знает, багажник у Супры спереди или сзади. Скорее всего, двигатель у Супры... Сейчас посмотрю на реальное фото. Нет. Двигатель у Супры, наверное, все-таки спереди. Потому что бак для заправки у нее сзади. Значит, двигатель спереди. А багажника, что ли, нет? Багажника, видимо, нет. Значит, продукт или картошку возить на сиденье. Так, значит, стекло у нас убирается. Вот. И у нас тут два сиденья. Красные сиденья. Ну, это хорошо, что красные спортивные как бы сиденья. А в конструкции джеск у нас были черные обычные. Мне там не очень понравилось, что черные. Вот. Тут все-таки по разнообразию красные. Это выглядит лучше. Но тут нет коробки передач, переключения, ручки. А там была. Могли бы сделать вот руль. Можно посадить туда пилота. Но ладно, посажу. Значит, берем, подгибаем ножки. Кстати, перчатки у него тоже красные. Вообще, Супра мне больше нравится в красном свете. Но это если старая Супра. Нового я не видел в красном свете, поэтому не знаю. Ну, вот так вот. Вот пилот у нас идеально сидит. Я вообще пытался посадить туда Мандалорца. Мандалорец не влазит. Я не знаю почему. Там вообще на миллиметрик влазит пилот. А этот Мандалорец почему-то не влазит. Очень странно. Вот. Вот так вот снизу выглядит. Кстати, очень понравился мне такой сплиттер. Очень крутой. Вот сделано вот так. Все круто очень. Вот. Посмотрите на него на 360 гауссов. Очень красиво. Наклейки, наклейки. Фары. Но я его не очень ровно наклеил, потому что сложно. Три наклейки это одна фара. Шесть наклейок в общем на все фары. Логотип. Вот. Что еще? Здесь наклейки. Кстати, это называется дефлектор. Вот. Ну, тут дефлекторов нет. На этом, на Коинг-Сагрязку тоже вроде дефлекторов нет. Вот. Ну, дефлекторы здесь называются, такие палочки. Может, есть дефлекторы, не знаю. Это я в Need for Speed'е посмотрел, как называется. Вот такая вот Supra. Она очень красивая. Кстати, не знаю, так и должно быть. Или, наверное, по-другому. Не знаю, сейчас посмотрю. Ну, в общем, вот такой вот набор. Вот такая вот машинка. Вот в сравнении с Коинг-Сагрязку. Теперь у меня есть такой автопарк из двух машинок уже. Крутых довольно. Supra даже лучше, чем Коинг-Сагрязку. Вот. Вот так вот. Мил, 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 можете гонять. На этой, кстати, машине у нас Брайан. Брайан и Коннор. А на этой у нас не Доминик. Нужно купить Don't Charger для Доминика. И у нас тут будет этот Брайан и Доминик. Вот. Вот такой вот набор. Вот такая Supra. Мы его посмотрели. И давайте подводить и итоги. Итоги. И что бы, конечно же, мне хотелось сказать в итогах. Это, конечно, оценить данный набор. Данному набору я поставлю, безусловно, 10 из 10. Мне он очень понравился. Офигенный набор. Вот. Приятная сборка. Приятно выглядит. Вот. Очень красиво. То есть в руках приятно держать. Такой приятный набор, как кирпич. Я говорил уже. Есть такие сполченные наборы. Ну, сполченные, как бы я имею ввиду. Крепкие. Их приятно в руках держать. Они такие большие. Ну, не большие. Но я имею ввиду такого средненького размера. Но увесистые. Вот. Как гантелька какая-то. Вот. Я думаю, вы меня понимаете, кто собирает Лего. Кто собирал спид чемпионс. У меня уже два набора. Может купить себе большие наборы спид чемпионс. Которые двойные паки. Может какой-то старый гоночный трек куплю. Вот. Ну, посмотрим. Значит. Набор прекрасный. Я вам рекомендую его к покупке. Что выбрать из вот этих одновременных наборов. Их всего три. Макларен Эльфа. Эльва. Супра. И Констант Джеско. У меня пока Эльфа нет. Макларен Эльфы. Вот. Кабриолета. Но есть вот Констант Джеско и Супра. Я бы вам рекомендовал взять все. Ну, я пока Макларен Эльфу не взял. Потом Макларен возьму. И уже все сравню. Вот. Проведу тройное сравнение. Потому что двойное сравнение смысла нет проводить. Машины разные. Как бы это если была старая и новая Супра. Да. Я бы сказал сравнение. Старый Констант Джеско и новый Констант Джеско сравнение. А Констант Джеско и Супра. Ну, такое сравнение. Если уже из трех. Что выбрать. Да. Это я сравню. Вот. Так нет. Значит. Куплю потом Макларен Эльфа. Пока сказать вам не могу. Что взять. Но если между Констант Джеско и Супрой. То... Даже не знаю. Сложный выбор. Ну, вообще. Что кому нравится больше. Кому-то может Супра вообще не нравится. Поэтому берите Констант Джеско. Или Макларен Эльфу. Может кому-то не нравится. Например, Констант Джеско совсем. Берите Супру. Ну, или Макларен Эльфу. Я пока Макларен Эльфу не брала. Но мне она не нравится. Там Каблерен какой-то стрёмный. Синий ещё вот. Ну, посмотрим. Я возьму-возьму. Чтобы собрать всю линейку. Однорных. Новый. Однорных. Техспи-чемпионсов. Из новой коллекции. Из августской. Вот. А ещё. Кто помнит. Я собираю. Вот знаете. Хотвилсы. И у меня после Египта наконец-то... Ну, я уезжал в Египет. И прошло с Египта уже неделя где-то или две. Две скорее. Вот. Я наконец-то купил... Ну, мне купили наконец-то. Хотвилсы. У меня два новых Хотвилса. Первый новый Хотвилс. Это такой вот Ford Transit. Разрисованный. Вот. Вот так вот. И вторая машинка у меня это к Олимпийским играм. Нет, это не к Олимпийским играм. Ну, я не помню. Ну, по-моему, нет. Просто какой-то болид. Перед. Вот. Даже не Макларен. Это просто болид. И не к Олимпийским играм. Можно было, конечно, к Олимпийским играм что-то взять. Но я возьму. К зимнему потом возьму. Летний не очень. Я думаю, отдельные машинки будут к зимним Олимпийским играм. Потому что летние... Ну, я вообще Олимпийские игры не смотрю. Но просто... Когда идут Олимпийские игры, как бы, зимние какие-то, да. Интересно можно смотреть про хоккей. А, как бы, сейчас... Что-то идет летний. Не очень. Вот. Ну, значит, все. Набор посмотрели. Ходбился я вам показал. Обновочки вот. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем удачи. Ждите новых роликов. И всем пока.